Вернулись герои, вернулись игроки, игра пересоздалась, но у нас 40 секунд в принципе остается, чтобы проанализировать, что нам пикали Old Boys и Energy Pacemaker. По пику команды Energy Pacemaker, я вот в прошлое, когда игроки разобрали своих героев, было видно, что Фэн у нас будет играть на Shadowfin, а Эмбер Спирит для Old Chicken будет. Собственно, Old Chicken герой, который обычно на мидлейне, игрок, который на мидлейне стоит, поэтому удивительно, конечно, что мидлейн все-таки достался не Shadowfin. Возможно, на это рассчитывала команда Old Boys, что Shadowfin пойдет в мидлейн, но если Эмбер Спирит пойдет в мид, Темпларку по факту он должен унижать. Как бы YYF там не старался, не пыхтел, Эмбер за счет Флеймгварда сбивает моментальный рефракшн Темплар Ассасина, а дальше привязывает и уничтожает. Хоть в Мелт уйдет Темплар Ассасин, хоть ногами будет бегать, в принципе, это просто жертва для Эмбер Спирита. И тут может огромный трабл быть для команды Old Boys. Old Chicken по-прежнему забирает себе Эмбера. Ничего не изменилось. С двумя рапирами отправляется на мидлейн все-таки Old Chicken, да? А Фен, неужели Фен пойдет в легкую СФ, которая стоит в легкой, это что-то... Ну, не то чтобы прям новенькое, но что-то диковатое, честно говоря. Сложно отправляется в Морфлинг. Вейформ уже прокачал у нас Морф, ну и будет полу-саппорт, полу... Короче говоря, саппорт с потенциалом выхода в лейт. Команда Old Boys решила уже зайти у нас в спину игрокам ЕП. Их увидели, как я понимаю. Да, Вард здесь стоит, поэтому видеть должны были. А может и нет. Ну, Леон вроде как с горы стоял, наблюдал. Ну, файт вряд ли организуется, ни одни, ни другие. Эти, во-первых, не будут спускаться, я говорю о ЕП, потому что они в меньшинстве находятся. А Old Boys подниматься на хэкграунд тоже вряд ли безвижена станут. Вроде это как-никак ошибка. И ошибку на ранних левелах превратили в несколько смертей от своей команды, но это лишнее явно. Очень забавный Вард, который, кстати, всю концепцию вообще Вардов нарушает, как по мне. Ну, почему разрешено делать такие Варды, мне, честно говоря, не ясно. Он похож и на Курьера, и просто на часть декораций. Странно, на самом деле, очень странно, почему Валвы смогли это сделать. Ну, ладно, Вард уже есть. Ну, что, Old Chicken сразу через Флейм Гвард, а YBF сразу через Рефракшн. И просто понаблюдайте, что с Рефракшном происходит. Привязали у нас YBF, а Рефракшн с Тэмпларки спадает, Old Chicken пошел наваливать по спине Тэмпларки. Ну, и Тэмпларка будет, наверное... Хотя, Old Chicken тоже будет себя проседать от недостатка маны. Ну, совсем немного осталось мидеру команды ЕП до получения батла. У YBF ситуация такая, что Боттл уже имеется. Спиритбрейкер у нас немножко подгорает здесь на топ-лейне, но, в общем-то, здесь с андайингом будет гораздо проще, чем соло стоял бы Спиритбрейкер. Фэн вместе с Ли здесь. Ну, и третий герой, АйТи, на Леоне, пока что занимается отводом крипов. Все, Old Chicken у нас уже приносит себе Боттл. Та же история с YBF, только у него еще и 300 сверху. А у мидера команды ЕП, ну, эти 300 здесь в сталкшилде, спрятаны для Old Chicken. Стоит, танкует, не дает крипу подойти под тавер, лайн, чтобы держался очень удобно для команды Energy Pacemaker. Ну, так примерно и будет, да, у Old Chicken будет Вижен, а у YBF пока что Вижен не имеется, но тут тоже легко можно переагрить крипов, YBF, в принципе, нормально все с этим делает. Refraction спадает с темпларки, Old Chicken под своим гвардом, в общем-то, дэмэджа пока YBF не наносит. Но, с другой стороны, близко к крипам не подпускает. То есть заденать темпларки будет очень-очень сложно. Первая руна, топ лейн, отходит для Ember Spirit, внизу кто-то другой забрал руну, по-моему. Морфлинг, да, морфлинг внизу забирает руну, у морфа пока нет батла, скорее всего, появится в итоге, потому что морфу здесь терпеть, терпеть, еще раз терпеть. Жоу вообще не должен подпускать морфлинга к крипам, просто быковать нон-стоп. Купить себе что-то на отхил и постоянно бить морфлинга, не давать возможности ему никаким образом хоть какой-то фарм. Ну что, морфинга пытаются подцепить. В рели-нексис от роль варлорда вторые не стали юзать, просто чтобы не тратить ману. И так, в любом случае, морф отсюда уходит. У морфа перекачка в силу вышла, пока перекачается в ловкость, здесь будет 100 хп, и на лайн просто-напросто морфу становиться нет смысла. Эзершок от Shadow Shaman решит все вопросы. На топ лейне в это время у Диди 7 на 1, крип стат у Фэна 15 на 5. Shadow Find'у проще в любом случае стоять против милишника, чем даже дабло. И стоять на сложной линии Диди здесь еще хорошо, что хоть что-то зарабатывает. Немножко не дорабатывает, как по мне, здесь саппорты. Все-таки Ли должен постоянно харасить. Если не Undying'а, то как минимум в ДД. Ну что, выходят на Undying'а. Разгон от Диди по Фэну. Фэн на лоу хп должен стопить Ли. Хотя бы туловищем своим. 8-2-0 дальше за IT. На лоу хп Undying. 140 у него. Диди разваливает Лиона. Это Фэбэ Фэн. На лоу хп разгон еще один от Диди. И 8-2-0 забирает еще одного героя. Эмбер Спирит в это время умирает у нас от Вайба Фа на мидлейне. И два героя Олдбой забирают на топе. ЕП здесь подфидели грандиозно просто. Выигрывали они по голде 500. Теперь проигрывают порядка тысячи. По Экспириенсу полторы тысячи тоже в пользу команды Олдбойс. Неплохо Олдбойс огрызнулись после прошлой игры. В которой их унижали вообще по всем фронтам. Ну и еще один фраг для команды Олдбойс. На легкой линии. Тролль Варлорд. На котором играет у нас Жоу забирает Морфлинга. 4,5 тысячи в пользу команды... 4,5 тысячи? Нет, не 4,5 тысячи. 2 тысячи по голде для Олдбойс. И 2 с копейками по Экспириенсу. 4,0 выигрывает Олдбойс. И это неприятно для ЕП. В любом случае. Тут где-то будет недофарм. Где-то будет страх на игроках. Команда ЕП второй раз выходить на лайн. Когда тебе уже один килл сделали. На самом деле немножко ссыкотно. Я думаю, что команда ЕП должна подзажаться. Как минимум под своими товарами. Потому что если не подзажмутся. И если вдруг повторится ситуация такая же. В плюс для команды Олдбойс. Топ понесут вперед ногами. Всю команду ЕП. До самого хайграунда. Жоу. У Жоу уже есть фейсбуцы. В принципе фармить ему Морф не мешает. Да Морф вообще никому здесь не мешает. Фэна загнали под собственный тавер. Закрывают с двух сторон здесь Фэна. Опять СФ умирает. Нечего делать СФу на легкой линии. Просто-напросто. Он не должен там быть. Он должен стоять на мидлейне. У него должно быть большое пространство для маневра. По кустам СФу бегать не нужно. Ну и 8-2-0 дальше за IT. 120 хп всего. Еще один ДК и умирает здесь IT. Так и есть. 8-2-0. Келлинг спри. Дабл килл в этом файте. 3-0 для него. У ДД 1-0. Ну и на лонг рейнджу пытался здесь СФ хоть что-то сделать. Фэну надо валить отсюда на самом деле. Эмбер Спирита отправлять на легкую. И не морочить голову ни себе, ни своей команде. Эмбер Спириту самое время постоять на легкой линии. А Фэну сместиться на мид. Правда, Темпларка здесь уже седьмого. А Фэн только-только четвертый получил. Чем дольше здесь будет стоять Фэн, тем больше он будет умирать. Но это... Мое мнение. Жоу уже за Т1 зашел. Морфлинг из кустов не выходит. У Жоу шестой с копейками левел. У Марфа, который в соло стоял четвертый левел. Т1 команда Олдбой Спилит выигрывает 6-0. По голде 4000. По экспе 3,5. ЕП платят за прошлую катку. Видимо разозлили они Олдбой Тонгфу. Олдбой с Тонгфу. Врыв на Морфлинга. Морфлинг перекачиваться должен начинать. При Ленаксис от Жоу. Жоу под Хексом. Подкоп у нас по Жоу. Ну и здесь скорее всего Улчикин его дожжет. Первый фраг для команды ЕП. Просто потому что лишнее себе Жоу позволил. С другой стороны Дота вся на ошибках-то и строится. Где-то натупил. И вот тебе и соперники посерьезнее стали в 2,5 раза. Команда ЕП в данном файте где-то 500 по голде отыграла. И по Экспириенсу, ну, где-то 700. Диди. На Спирит Брейкере. Уже есть Урн оф Шадоуз. Есть Бутс оф Спит, Стаут Шилд и Мэджик Стигля. Спирит Брейкера. Фэна изгнали в лес. Что Фэн делает на топ-лейне? У меня вопросы ко всей команде ЕП. По-моему, в этом есть некий... Ну, некий вообще дисбаланс просто по линиям. Фэн у нас, в общем-то, герой-жертва. Да, к нему подойти невозможно, к Шадоу Финду, когда он стоит на хэкграунде. Когда он стоит под своим Т1 на мидлейне. Если он стоит на той же платформе, что и два милишных силовика, которые с нормальным раскастом, здесь с хорошими нюками, я говорю сейчас об Ундаинге, да и о Спирит Брейкере. Чарджер в Даркнесс тоже нормально дэмэджи вносит. То СФ, в общем-то, с позиции жертвы ведет себя. Ну и вот, пожалуйста, Диди. Увидел у нас Фэна, сразу же на него, ну, развернулся. Даже, кстати, непонятно почему. Ну, просто, видимо, решил спугнуть у нас СФ. СФ отходит. Есть уже хедреска для Фэна и в ПТ собирается выйти у нас Шадоу Финд. На мидлейне Эмбер Спирит. В это время фейсбутцы, боттл и брасер. У YYF фейсбутцы, ринг оф аквилла и боттл. По нетворцу давайте глянем. 4800 для Темпларки. Все, о чем я говорил, забудьте. Я был не прав. По-моему, рефракшн, кстати, и флеймгвардам не сбивается. Судя по всему. Темплар Ассасин. 5000. 4200 у Жоу и всего лишь 3300 для Эмбер Спирита. Олд Чикен просто-напросто никакой здесь оказался. YYF. Надо забирать Тауэра, потом можно драться дальше. YYF поймал все, что можно было вообще поймать. Попытался подхилить его 820. В итоге Темплар Ассасин забрали. ДД, надо бежать отсюда, но никуда в итоге уйти не получилось. Морфлинг очень вовремя пришел. 2 в 0 подрались ЕП. Забрали два важных фрага. Сейчас и Тамба еще к ним отойдет. И Андайенку ходит отсюда. Тамбу развалили. По золоту здесь ЕП подняли 1600. И по Экспириенсу 2 с копейками. Тауэр точно того не стоил. Темплар Ассасин больше подарила, чем забрала в данном файте. 2 с копейками по Экспе. Просто-напросто. 820. Встрет еще здесь под Чикина. Разгон пошел от Диди по Олд Чикину. Лучше бы ему остановиться. Ну, я думаю, до хайграунда добежит и отменит. Или побежит дальше. Но это... Ну, на перерез уже идет здесь. Кто-кто-кто. Темплар Ассасин. YYF. Уже 115 Олд Чикина. Здесь есть ремнант. Диди дальше бежать не решается. Ну, ничего. Нормальный такой спринт. Половину трассы, в принципе, пробежал. Размялся. И Чарджер Даркнесс уже откатился. Поэтому можно бежать дальше. Эмбер на собственный фонтан забирает барабаны. По хп почти 1000 для Эмбер Спирита. У морфинга здесь 1100 и 50 демеджа на 11-й минуте для морфинга. Но не будем забывать это. Это саппорт морф. И все. И ничего особенного тут больше не скажешь. Теперь вы видели все. Уже есть Доминатор, Рингов Базилус и есть Фейсбуцы. О, ДД. Очень здорово вообще ДД здесь постоял. Станут Шейкер. Не от Шейкера, точнее. Станут Леона сюда. Очень удачный. Ну и все. И просто-напросто из Сайленса не вышел у нас Диди. Там Скайросмак через Мистик Флеер свое дело сделал. 6-5 становится счет. ЕП уже, по-моему, закомбетчили. Нет, еще нет. Но близко. По Экспириенсу уже где-то в ноль. Сейчас пойдут графики по голде. Олдбойс по-прежнему впереди 5000. Хотя по Экспириенсу чуть больше 1000 Олдбойс выигрывает. Хотя выигрывали почти 5. Диди начинает фидить и это неприятно. Вообще, если команда Олдбойс будет здесь фидить, ничего хорошего их не ждет. Во-первых, Эмбер Спирит. Во-вторых, Шадоу Финты. В-третьих, Морфлинг, который рано или поздно свои артефакты возьмет и выйдет в жесточайший лейт, который вообще не будет ощущать у нас тролль Варлорда даже. Айти вместе с Морфом во вражеском лесу тоже, наверное, зря. Олдбойс стягивается в это время на мид-лейн. Пока не видел я варды от Расты. Шадоу Шаман у нас пушем, как по мне, по-моему, не занимался. С Моук юзают игроки команды Олдбойс, можно пройти через свой лес. Так, есть ли Вижен вообще на Морфлинге? Да, Морф у нас и увидел. Одного, второго, всех, в принципе, Морф увидел и надо бежать ему отсюда. Уже далековато у нас Леон. Леон, в принципе, не отваливается здесь. Так, у нас Хекс как-то там прошел. Так, Морфинга увидели. Разгон пошел по нему. Ну и все, ТП сбивают Морфингу. Морфинга нет. Вейформ, тут даже перекачка, в принципе, не поможет. У Темплара Ассасин уже есть Дейдалус. YYF нафармил на Дейдалус и демеджа теперь очень много от Олдбойс. Вот просто все теперь бьют невероятно много руками, если хотя бы один удар делает Темпларка. Минус 6 дефа и ворды здесь тоже, в принципе, наказывают. Что это за такие ворды? Первый раз вижу. А ну-ка. Это такие вот ворды. Странно. Ворды, которые имеют форму воронов, а не змей. Диди, врыв у нас пошел по ЛЕ и АйТ. Ну, кто еще в кого врывался? Мистик Флеер есть, в принципе, у Ли, но смысла его взять нет. Здесь уже в пятером гонятся у нас за Скайра с магом. Развалили. 8-5. Роха тоже упал. Роха упал для команды Олдбойс и Айгис забирает себе Темплар Ассасин. По голде, Олдбойс. 7500 по экспириенсу. Почти к пятерке подходит. Сейчас упадет Т2 на мид лейне, ой, на топ лейне, на бот лейне. Можно будет перейти на мид сразу же. Все, забрали. Т2, можно перемещаться на мид. Здесь уже Олдчикен ждет своей участи. Врыв пошел по нему. Бежит уже Баратрум здесь, на Чарджер Даркнесс. Но есть Ремнант, я думаю, что Чикен понимает, что его ждет. Ульта сразу же еще раз по Олдчикену. Удар из Мелда, все, никуда у нас не уходит Эмбер Спирит. Демеджа, тьма вообще тьмущая. Темплар Ассасин из Мелда просто пополам разорвала вообще Эмбер Спирита. Шансов выжить вот от Раскаста даже Спирит Брейкера, ну это даже удивительно. Но шансов выжить после Раскаста Спирит Брейкера, если рядом есть Темпларка, никаких у Эмбер Спирита. Хотя это очень суевовый герой, очень. И фесты там, и привязки, и Ремнанты, убежать куда угодно можно, и заиведить все, что хочешь. Но, видимо, не в этой ситуации. Может, где-то не доработал у нас Олдчикен. В спину заходит команда ЕП своим оппонентам. Сразу же врыв на 8-2-0. Моментально сорвали вообще лицо здесь Undying'а. Минус один уже сделали, но Олдбойс ответили двумя фрагами. И Морфлинг начинает здесь бегать. Олдчикен в это время забирает второй фраг. Забирают Шадоу Шамана. Темпларка, в общем-то, практически фуловая. Рефракшн есть у АВФ, а пока что даже не юзал. Диди. Немножко накаляет здесь команду ЕП из тех, кто остался в живых. Ну и все, и отходят. Размен 2 в 2. Хотя вроде атаковали вроде как ЕП. Но удачно Олдбойс подрались. В общем-то, 2 фрага забрали. Несмотря на то, что их вроде и врасплох застали. АВФ уже с 2 ударов целые пачки крипов забирает. У него 700 на руках, потому что есть уже даггер. Все. Имеется даггер для Темплар Ассасин. Вторые трэпы имеются. Есть фейсбутцы, дезолятор, больше темпларки на 16-й минуте. Ждать нечего вообще. И больше и не нужно. Смелл, да, удар в Ли. Еще один удар, Ли здесь умрет. Здесь его и мумии могут доковырять Ли на лоу хп. Вайвайф дальше. Через 5 секунд будет даггер. Через пси-блейд пытаются здесь Ли поймать. В итоге поймали морфлинга, Ли здесь умирает. И Вайвайф... Да, Вайвайф не добрался у нас. В итоге до морфа. Морфа убили Undying и... И Диди нас перед брейкере. Варды не очень удачно, конечно. Поставил здесь Лонг Диди без долгой перспективы. Надо было на хэкграунд уже тогда ставить Варды. И можно было бы смело выходить на Т3. Но есть курьи, в принципе, крипы. Есть дезолятор. Поэтому можно и сейчас подраться. Но будет ли Вайвайф прыгать? Да, прыгает. Измолдал удар по Фэну. У Фэна нет 3 хп за 2 удара Вайвайфа. Еще один удар и отъехал бы у нас... Шадоу Финт. Минус Т3 делает команда Old Boys. Дальше драка. Спирит Брейкер впитывает в себя ульту Скайрос Мага. Отхилится здесь Спирит Брейкер. Нет. В итоге не получилось. Олд Чикен. В огромной жирной курице прыгает Олд Чикен. Вайвайф. Надо переключаться быстрее на Эмбер Спирита. Вайвайф. Теряет Аэгис. Спирит Брейкера одного пока потеряли Old Boys. Ну и все. Встает Эмплор Ассасин. Фуловая. Куча маны. Рефракшн есть. Можно просто драться. Ничего тебе вообще не мешает. Развалили. Барак. Милишный. Развалили. Барак рейнджовый. Минус мид. 17-ая минута. 30-ая секунда. Нет мида. 16-8. 15 тысяч по голде Old Boys. И почти 8 тысяч по Экспириенсу. Тоже в пользу коллектива Old Boys. То есть я думаю, что здесь они конечно ЕП не отпустят. В принципе-то команде ЕП есть чем отбиваться. Герои те, которые могли бы в итоге перевернуть катку, присутствуют. Есть Эмбер Спирит, которому просто дай волю. Он нафармит и снесет всех и вся. Вообще одними фестами. Так в принципе бывает. И так уже неоднократно было. Поэтому ожидать можно чего угодно. Но сможет ли команда ЕП сделать хоть что-то. И хоть как-то пережить рассказ о Old Boys. Это уже вопрос. 8-2-0. Ловит у нас ульту от Скайра Смагат. Морфинга в ответ забирают Old Boys. Ульта пошла от Диди. Фэна поймали. Фэн в него надо вгрызаться. Фэн разультится сейчас. Разультился по Жоу. Диди на лоу хп. Ну и здесь Жоу просто разваливает Фэн. Еще на ульта. Но это уже после смерти. Трипл килл для Жоу. Минус 4 сделала вся команда Old Boys. И пятый фраг от YYF. Это Тим Вайп. Потеряли только Андайинга. И Old Boys просто стерли вообще с карты. У нас команду ЕП 2000 по голде. 5200 по экспириенсу. Дэмэджа очень много. И на 19-й минуте ЕП не имеют тех героев, которые могли бы этот дэмэдж выносить. Здесь единственное, кто морфлинг перекачивается в силу. Но это опять же, это смешно. Морфлинг перекачивается в силу и становится бесполезным по факту. Если морфлинг не перекачивается в силу, то он умирает просто так вообще за бесплатно. Тамба откатилась ли? Да, есть тамба. Есть у Андайинга Мека. Есть у него ульт. В принципе все. Юзаем Меку. Заходим на хэкграунд. Ставим Томп Сноун. Этот минус одна сторона еще для команды Old Boys. Скайросмаг на лохэп не убегает отсюда. Жоу Темплар Ассасин через Псиблейд и забирает этот фраг. Дабл килл уже от Вайба Эфа. Дальше за Фэном. Это еще критов нет у Темпларки. И кстати, по-моему, Темплар у нас... Нет, БКБ все-таки провязали. Ну что, ЕП не выдерживают. ЕП пишет у нас ГГ. Old Boys выигрывает данную катку за 20 минут. Быстро, динамично, стильно, модно молодежно. Все получилось хорошо. Пик сработал. А пик команды... ЕП оказался просто нелепым. Фэн на легкой линии, на СФ оказался обычным кормом для Спирит Брейкера. Спириту не очень легко стоять в сложной линии. А если ему отдаются так часто, то, конечно, ожидай беды. Что везде, во всех абсолютно сайтах, порталах, везде, везде, везде пишут, что матч данный проходит в формате Best of 2. То есть, это вроде как групповой этап и матч в формате Best of 2 в принципе-то уже закончился. Сейчас инфу обновим, потому что на карте-то показано, что там игра идет в формате Best of 3 до двух побед. Но, возможно, где-то наплужили создатели этой карты. А, возможно, и все информагентства по доте тоже наплужили. Пока что не выключайтесь, не переключайтесь. Если будет третий матч, то ворвемся. В любом случае, я еще озвучу, как у нас обстоят дела. Пока что до связи.